Итак, сегодня мы с вами поговорим, а точнее я хочу рассказать вам о тексте, который способен у нас самоизменяться, то есть это динамичный текст или текстовые переменные, по-другому называются, которые позволят нам возможно ухватить работу в индизайне и получить достаточно быстро какие-либо результаты. В любом случае мне понадобится сначала какой-нибудь документ, причем я не привязываюсь к конкретике документа, просто создаю его, без каких-либо характеристик, единственное, наверное, я все-таки дам, если будем говорить о грамотности распределения информации, то я дам, наверное, дополнительные поля, пусть будут у меня еще нижние дополнительные поля, миллиметров 15 для листочка. Итак, у меня есть листочек, у меня есть поля под обрез и технические поля, на которых обычно находится техническая какая-либо информация. Если мы говорим о текстовых переменных, то в первую очередь мы должны понимать, что такое переменные. То есть это текст, который у нас, скажем так, своевременно меняется на какие-либо значения. То есть он приобретает необходимую форму и значение в зависимости от ситуации и, естественно, зависимости от того, что находится у нас в документе, чтобы это можно было поменять. Значит, самая, наверное, ярко выраженная динамичная величина в тексте, это, конечно же, нумерация страниц, которая является автоматической. То есть если мы ставим... Если мы ставим номер страницы, ну, тут, если кто-то связан уже с индизайном и не первый год, а может быть даже и в самом начале, то наверняка знают, что можно добавить номер страниц с помощью специального символа. Я открываю страницы... Ставлю номер страницы где-нибудь в моем документе с помощью специального символа, метка и текущий номер страницы. У меня есть. Подровняю. Можно сделать покрасивше. Конечно, это сейчас не принципиально, но так, для эстетики. Пусть будет текстовочка. Форматирование поставлю. Ориентирование от корешка. Сделаю копию на другую страницу. И, вернувшись на первую страницу, я вижу, что здесь уже явно стоит номер один. Страничка номер один. И, добавляя каждую следующую страничку, я вижу, все нумерации проходят. Номер восемь страничка, семь, шесть. Все работает. Но попробуем немножечко усложнить задачу. И я хочу, чтобы у меня страница показывалась не просто конечная, да, то есть какой номер страницы, а я хочу знать, какой номер страницы и скольких страниц. Вот у меня сейчас восемь страниц в документе. Я хочу, чтобы не было надпись, что это третья страница из какого-то количества. Мне нужно тогда внести дополнительную величину, чтобы она отдельно указывалась. Далее то, чтобы InDesign самостоятельно решал, что если я вдруг добавлю девятую, десятую страницу, что это уже будет третья из десяти, а не третья из восьми страниц. То есть, конечно, я могу поставить, сказать, у меня восемь страниц, и все будет хорошо. Но так как страница, количество их может меняться, было неплохо обозначить, что они будут меняться. Так, возвращаясь к тем меткам, которые я поставил, я к ним добавлю дополнительные значения. То есть, например, после буковки A, мне нужно будет ставить какую-либо величину. То есть, зайдя в светочек Type Text, у нас есть позиция Text Variable, это текстовые переменные, в которых присутствуют различные значения. Какие переменные у нас текстовые имеются. Например, если я скажу, что меня интересует непосредственно номер страницы, да, у меня есть вообще и дата, да, у меня есть и имя файла, да, имя изображения. То есть, у меня есть много всяких значений. Chapter Number, то есть, я указываю номер последней страницы, указываю, и возвращаясь на начальную страницу, на первую. Вот, у меня показывается вторая из восьми. То есть, если я на другой страничке хочу, чтобы была аналогичная ситуация, здесь я ничего не правил, то здесь к меточке я также добавляю, что меня интересует динамичная величина, что это у нас будет LastPage. Все. Третья из восьми. Но я хочу, чтобы у меня было написано третья из восьми и, например, подписать страницы. Что я должен сделать? Я могу такие вещи подкорректировать и настроить их собственным образом, да, то есть, так же, как и другие величины. Ну, я покажу некоторые сейчас сначала другие величины, покажу, как можно их корректировать. Для чего нам нужны еще различные вот такие вот перемены, да, с какой целью. Допустим, я создаю каталог, журнал, ну, это может быть все что угодно, любое издание, газета, и я использую, конечно же, картинки. Различные картинки. Давайте какую-нибудь я картинку открою. Картиночки, у которых, которые имеют образ и у них есть название. Я размещаю картиночку. У меня есть. Я хочу к этой картинке сделать подпись, да, на что это за картинка. Например, там Russia 2018 или FIFA 2018. Вот. Конечно, можно взять и заниматься этим вручную, да, а можно попробовать, скажем так, организовать так, чтобы InDesign самостоятельно выцепил из этой картинки имя. Это можно построить каким образом? Я создаю текстовый текстовый фрейм, присутствующий. У нас как отдельным элементом. Вот он. Можно подставить над. Можно даже вот так сделать. Желтеньким цветом. Страшненько-желтенько. Вот он. Напишу и добавлю какую-то единицу. В данном случае это будет у нас также текст variable. И меня инициует имя изображения. И вот я вижу, что появилось PS1.001.jpg. Также могу уровнить. Давайте я сделаю, чтобы это было по центу, чтобы это было по стороне от корешка. Давайте будет с правой стороны. С небольшим отступом. Большой. Вот так. Вот. И жирник. Даже сгруппирую. Вот у меня теперь есть данные. И мне кажется, что это название пока ни о чем не говорит. Ну, PS1.001. Все-таки я хотел, чтобы там было FIFA и подобное. Попробую здесь переименовать, называть что-то FIFA. 2018. Возвращаюсь. И, конечно же, надо будет обновить данные. Он пишет, что картинка не найдена. Если я сейчас перелинкую картинку, то есть имя картинки изменилось. Давайте попробуем поменять адрес или имя картинки. Я нажму RELINK и снова помечу, что она у меня изменилась в названии. Я вижу, что мне ничего не надо делать больше с именем. Да, оно автоматически приобрелось за счет того, что картинка действительно поменяла имя. То есть, по сути получается, если мы изначально правильно зададим имя картинок, то дальнейшая, скажем так, настройка текста под картинками, над картинками уже значения никакого не имеет. То есть, у меня есть одинаковое изображение. Я применяю команду RELINK. Говорю, что мне интересует теперь следующая картинка. Меня интересует следующая картинка. И каждое имя у него автоматически меняется. То есть, первая важная величина получается для нас на текущий момент. Это правильно задать название пада. Единственное, что меня еще на текущий момент не устраивает, это наличие подписи .jpg. Как-то странно это звучит в названии надписи картинки. Поэтому я бы хотел от этого избавиться тоже. В данном случае как раз нам потребуется определенный ряд настроек, которые мы хотим использовать. Помимо настроек, если мы говорим еще о каких-то величинах, которые нам предоставляются, то есть понятия различных технической информации, которые наносятся у нас за пределами нашего документа. И, в общем-то, не относятся к печати совершенно, но они больше важны, допустим, для тех, кто печатает. То есть, для технологов, чтобы понимать, какая версия документа, когда последний раз она была модифицирована, последние ли это версии документа и прочее. Поэтому есть же такая же текстовая величина, текстовая переменная, например, как дата модификации, чтобы быть уверенным, что это, допустим, модификация последнего документа. То есть, это последняя модификация этого документа. То есть, указываю значение и вижу, что это, да, действительно, 2 декабря 2018 года, 6 часов 12 минут. Так нам это пояснили. Если я завтра пересохраню этот документ, естественно, у меня будет новое значение, то, что эта модификация уже другая. Если же мы хотим все-таки настроить более конкретно, как нужно, чтобы была надпись, что это у нас не первая, не одна восьмая, а одна из восьми страниц, чтобы я мог проконтролировать наличие расширения и прочего, то мне, конечно же, понадобится настроить эти текстовые переменные. И, зайдя в текстовые переменные, я указываю команду define. Define – это уточнить. И в данном случае мы создаем свою новую переменную. То есть, я указываю, что мне интересует file name или image name. И применяю команду либо edit – редактировать то, что здесь есть, либо я говорю создать новое. И тогда уже выбираю, что должно быть. MetaDataCaption – это самая величина, которая отвечает за название документа, а точнее, за взятие из документа каких-либо метаданных. А это нечто большее, чем просто название документа. Если я указываю метаданные Caption, то я могу указать, что я конкретно хочу забрать из метаданных. Здесь мы должны понимать, что мы можем забрать из этих метаданных. Вот у меня есть изображение. И вот в этом изображении у меня есть те самые метаданные. Метаданные – это информация о файле. Его название. Кстати, он даже засек последнее название перед тем, как я переименовал. То есть он зафиксировал, как ранее назывался. Здесь же зафиксировано, какой программе изменялся документ. Здесь зафиксировано, кто создатель, когда, зачем, почему. Здесь также фиксируются все значения, которые были установлены на фотоаппарате в момент съемки. И там подобные вещи. Я могу отсюда выцепить конкретику, которая меня интересует. Соответственно, в значении метадата, помимо name, формат и прочее, нам предлагаются и другие варианты. То есть это и размеры, это и кто изменял этот файл, то есть его название, может быть какие-то ключевые слова выцепить оттуда и прочее, прочее, прочее. И если я открываю конкретику, если я указываю, что он мне интересно в данном случае. Сейчас, пусть будет, пусть будет тот же тайтл. У нас есть в тайтл что-нибудь. Давайте посмотрим. Непонятно, есть ли у нас что-нибудь. А job title? Здесь пусто. Значит, пока ничего не будет. А, вот так вот. Давайте здесь помечу, что это заголовок FIFA. Прямо в метаданах. 2018. Вот оно. И я говорю, что меня интересует тайтл. Есть. Также я могу добавить текст до и текст после. То есть я могу указать, что конкретно меня интересует с точки зрения именно до тексту. Ну, какой текст будет у меня как предисловие. То есть и текст, который будет идти после. Ну, например, если мы говорим о каких-то, может быть, иллюстрациях. Там может быть подпись рис . И указано название. То есть не просто там пустота какая-то, а типа рисунок . И понеслась дальше. Или после мы какую-то подпись дополняем. Вот. Ну, я пока не хочу ничего. Просто говорю, окей. У меня есть variable 1. Я его могу переименовать, если что. в редактировании, да, или вот я оставляю как есть. Лучше, конечно, дать ему имя, но он здесь. А, у меня закрыто. Вот он. У меня не видно было. А я указывал, что стильная часть. В общем, title. Окей. Вот он. Done. И могу сказать, что теперь я буду использовать то, что заложено. Type. Text variable. Инсот. И вот у меня уже title появился. И вернулся. Ага. Дату не видит. Возможно, не сохранено. Либо я не там писал. Ну, сейчас это не принципиально. То есть, там надо просто картинки более подробную записать. Он не видит, что я подписал. Поэтому, говорит, нет данной информации. Ну, переписать можно на другое что-то. Если же мы поговорим о данной текстовочке, то есть, last page, последняя страница. Заходя также в светочек type, меня интересует текст variable и также define. То есть, я хочу уточнить основанное на last page number. Попробую посмотреть, что у него есть. И указано, что последняя страничка, последняя страничка. И как раз здесь я вижу тот самый текст до и текст после. То есть, я пишу, что до указания последней страницы у меня будет подписано из, пробел из, пробел. А в конце пробел, по идее, там страниц. Вот. Я исправил данную текстовую модификацию. Кстати, может быть, еще. Может быть, да, работает. Вот, все правильно вписал. Я не обновил параметр картинки, чтобы он вычитал. Все есть. Title работает. Вот. Вот. И вот, что я вижу. Я вижу, что у меня здесь все сложилось. Потому что текстовый фрейм был не рассчитан на такое. Но это уже работает. Это обнадеживает. Да. Соответственно, захожу там, где я все это ставил. Попробуем поставить более ответственно это все. Вот. У меня пишется. Да. А из... Давайте. Это можно свободно уже. Дефисик убрать. Дефисик убираем. Дефисик убираем. И вижу четвертая из восьми страниц. Пятая из восьми страниц. То есть, у нас все это в автоматическом режиме уже будет. И даже если я седьмая, восьмая из восьми. Добавим еще несколько. Вижу, что все работает. Четырнадцатая из шестнадцати. Пятнадцатая из шестнадцати. Все. Все фиксирует. Все красиво. Все работает в этом плане. И также есть еще одно применение. Достаточно интересное применение для страничек. Дело в том, что когда мы делаем книги, журналы, каталоги. У данных, скажем так, изданий есть понятие колонтитула. И на колонтитуле находятся какие-то данные. Эти данные могут быть динамичными, а могут быть статичными. Ну, статичные или мертвые колонтитулы, они достаточно интересны. Что на них отображается? Название книги, автор и так все продолжается на протяжении всей книги той же самой. Если мы говорим о динамичных вещах, то есть это у нас получается живой колонтитул. На нем постоянно что-то меняется. Что на нем меняется? Ну, хотя бы название главы. То есть, если я читаю новую главу, мне указано какую главу я читаю. И получается, что если книжка состоит из нескольких глав, мне обязательно наверху пишется какая глава используется. Либо, если мы ссылаемся на каталог, то же самое, или журнал. Это может быть не глава, а раздел какой-то. Допустим, есть ли у меня каталог какой-нибудь продукции. Например, строительных материалов. То есть, я указываю, какие конкретно строительные материалы. Там могут быть электроинструменты. И мне нужно, чтобы как только я дохожу до страницы, где начинается следующая категория, заголовок или команд титул автоматически поменялся на это значение. Что для этого мне понадобится? Конечно, здесь это обязывает работу со стилистикой. Без этого никак. И если мы умеем работать со стилем, тогда эти главы титулы построить уже становится не проблема. Выглядит это будет вот каким образом. Для начала мне понадобится какой-нибудь стиль. Я сейчас быстренько организую. У меня есть текстовый блок. Я пишу, что это просто такую картинку. Увеличу шрифт. Скажу, что он жирный. Скажу, что он будет у меня все заглавные буквы. Чуть-чуть разделю. Плюс для баловства можно добавить какой-нибудь другой цвет текста. Красный. Вот так это будет написано. Естественно, будет написано по ориентиру от корешка. И скажу, что это стиль. Это, конечно же, стиль параграфа. Стиль абзаца. Создаю. Вижу применение жирный. Там все настройки. Применить. Это заголовок. Конечно, на будущее, если кто-то будет связан с ин-дизайном и созданием интерактивных элементов ин-дизайна, то лучше давать все латинскими буквами. Не обязательно писать конкретно слово правильно, но латинскими буквами желательно. Итак, у меня есть заголовок. И этот заголовок может появиться, например, на четвертой странице. Он у меня будет называться уже не картинки. Давайте напишу. Это иллюстрации. Иллюстрации. Применяю стиль. Есть. А, допустим, на девятой странице это будет уже у меня чертеж. И тоже такого же стиля, как и все другие. Вот. Итак, у меня есть на нескольких страницах. Давайте я зафиксирую. Значит, четвертая у нас. Все, потерял. Четвертая. Четвертая. Девятая. Четвертая. Девятая. Четвертая, девятая и первая страничка имеют название. Дело в том, что колонтитл должен находиться на каждой страничке. И на этих страничках нужно, чтобы он писал именно ту категорию, к которой относится эта страничка. То есть, картинки у нас должны обозначаться вплоть до третьей страницы. А начиная с четвертой должны уже пойти иллюстрации. А с девятой чертежи. Сделаю колонтитлы. Сделаю колонтитлы. Пусть будут по центру. Они будут тоже заглавливать буквами, но уже не будут писаться как заголовочек. Они просто должны указывать, какой категории я сейчас... Где я читаю, что я читаю. Поэтому я создаю текст-variable, текстовую переменную. Причем я ее создам. Define. Я ее создам. Это будет относиться к тому, что мне интересует running header, то есть колонтитл. Редактирую. Редактирую. И в этом колонтитле должен быть стиль, участвует стиль, естественно, заголовок. Потому что я делаю заголовочек. Он у меня будет состоять из параграфского, естественно. Текст до или после. Давайте даже не текст я добавлю, а пусть будет у меня какой-нибудь значочек. Например, равно до и после будет тоже равно. То есть у меня будут две черточки слева и справа от текста. Преобразовывать ни во что не буду, оставлю все как есть. Окей. У меня получается новый running header. И я его добавлю. Теперь я добавляю текст. Переменная. Running header. Готово. В общем, сейчас ничего особенного-то не произошло. Скопирую на следующую страничку. Я вижу, что у меня стоят два прочерка, как я поставил. Но как только я приду на первую страничку, я увижу, что он сразу фиксирует здесь картинки. На второй странице, он говорит, тут тоже картинки. Как дело доходит до иллюстрации, он говорит, а тут уже начинаются иллюстрации. Смотрю дальше, дальше, дальше иллюстрации, иллюстрации. И раз, он говорит, а вот тут уже перешло дело к чертежам. И дальше он показывает, что я читаю чертежи. То есть у меня есть категория чертежей. Вот такие у нас переменные. Теперь я все отслеживаю. Все живое. Если у меня добавится еще какая-то категория. Допустим, я говорю, а вот тут у меня появляются просто формы. И дальше тоже формы. А здесь еще чертежи. То есть все происходит достаточно динамично, быстро и в режиме реального времени. То есть вы таким образом экономите кучу времени на различных вот этих моментах. То есть либо мы вручную это все исправляли, либо сам в курсе уже, что необходимо делать. И как только я что-то добавляю, он сам все исправляет. Что со страницами, что с команд-титулами. Все есть. Ну, как-то так. Надеюсь, было примерно хотя бы понятно о том, что такое динамические единицы. То есть что у нас такое текст. Что у нас такое именно variable текст. И может быть, если кто работает в индизайне, будет это все активно использовать. Потому что это порой, знаете, как очень игнорируется почему-то некоторыми. И все делается вручную. Ну, как обычно. Просто как научился. На этом я тогда остановлюсь. Есть ли вопросы? Давайте задавайте. Если нет, тогда на этом я остановлюсь. Есть вопросы какие-нибудь? Да, тогда на этом.